Третье, то что Али Радуиллаху Ану сказал Тот, который утверждал, что Аллах Субхану Ата'ала ограничен Поистине он не знает своего Создателя и своего Господа И это изречение привел Абу Нуайм в книге Хиляту Аулия Где он рассказывает об Али Радуиллаху Ану Когда у Али Радуиллаху Ану был разговор с ягудами Который упомянул Хафиз Абу Нуайм И этим хадисом эти люди делают доводом Что Али Радуиллаху Ану сказал, что Аллаха нет места Но представьте себе, братья, как они обманывают людей После того, как они привели этот рассказ Но они не довели его до конца И цепочка этого хадиса прервалась между Мухаммадом Исхаком И Нурмадом Исаадом А сам же Абу Нуайм говорит, что этот хадис Гариб То есть его привел Нурман Этот хадис привел как Гариб А также Ибн Исхак привел этот хадис Мурсалам Хадис, в котором цепочка хадиса прервалась Даже простой студент знает, что этим хадисом не делают доводом на какие-либо изречения И этот хадис является недостоверным Четвертое, то, что Али Радуиллаху Ану сказал Когда приблизится час судны Люди из этой умы отступят от своей веры Они будут отрицать своего создателя И будут выписывать ему тело и органы Этим изречением хабашиты хотят сказать, что Аллаха нет места В этом хадисе Али Радуиллаху Ану не говорит о месте Аллаха Субхану Ата'аля Более того, Ахлю Сунна тоже говорят Если кто-либо приписывает Аллаху Субхану Ата'аля Тело и органы Уподавляя это его созданием То этот человек выходит из религии И этот хадис привел Ибн Муалим Аль-Курайши К книге «Аннаджмуль-Мухтади ураджмуль-Мухтади» И ученые нашей умы сказали, что у этого хадиса нет основания То есть этот хадис является недостоверным И этот хадис не пришел от Али Радуиллаху Ану И пятое то, что сказал Аль-Таби'и, Аль-Джалиль Аль-Имам Зейн-Аль-Абидин, Али-Ибн-Аль-Хусейн Ибн-Али, Радуиллаху Ану Ты, Аллах Субхану Ата'аля Тебя не окружает место И второе то, что он сказал Поистине ты, Аллах Субхану Ата'аля Тебе не приписывают границы И если тебе приписывают границы, то ты будешь ограничен Эти изречения пришли в книге Эти изречения Они пришли в изречениях рафидитов В их материале И это изречение, которое привел рафидит Он врет на Али Зейд-Аль-Абидин Конечно же, Зейд-Аль-Абидин чист от этих разговоров И этим изречением Хаббашид не ходят сказать Что Аллах Субхану Ата'аля Не утвердился над своим троном Седьмое же Это то, что имам Джа'фар Ас-Садик сказал Тот, который утверждает, что Аллах в чем-либо Или же из чего-либо Или же на что-либо Фагад Аш-Садик поистине он сделал ширк Если он был бы на что-либо То он был бы на сим Если он был бы чем-либо То он был бы ограничен Если он был бы из чего-либо То он был бы сотворен И это изречение привел Аль-Кушайри В своем рисарете Аль-Рисарет Аль-Кушайрия И этим хаббашид не хотят сказать Что Аллаха нет места И что Аллах не возвышен Не возвышен над своим троном Естественно, этому изречению Нет основания И это изречение является недостоверным Восьмое то, что они приводят Это то, что имам Шафи'и Рахимахуллах Сказал Поистине Аллах был и не было места И Аллах создал место И Аллах на своем постоянном атрибуте Так же, как он был до создания места Ля я джузу алейхи от тагьир фи-затихи Валят табдиль фи-сифатихи И не подобает Аллаху Субхану Ва Та'Аля Изменение в своем сущности И изменение в своих атрибутах И этим они хотят сказать Что у Аллаха нет возвышенности И что Аллах не утвердился над своим троном Естественно, этому изречению Нет основы И это является недостоверным И то, что оно является недостоверным Которое пришло от имама Шафи'и Мы приведем вам по Божию, иншаллах Из его слов Следующее, то, что утверждает Что имама Шафи'и сказал Те, которые предают Аллаху тело Неверные И то, что имама Шафи'и сказал Тот, который утверждает Что Аллах Субхану Ва Та'Аля Сидит на своем арше Поистине он неверный Во-первых, эти изречения являются недостоверными Во-вторых, Аллах Сунна Ва Аль-Джама'а утверждает Тот, который говорит, что у Аллаха Тело и органы наподобие его созданием Или же то, что Аллах Субхану Ва Та'Аля Утвердился над троном Так как утвердился Как как садится его создание То этот человек является неверным И этими изречениями они Хотят сказать, что имам Шафи'и говорил Что Аллаха нет места И мы, инша Аллах Сделаем опровержение словами Имама Шафи'и То, что он утверждал возвышенность Аллаха Субхану Ва Та'Аля И то, что Аллах утвердился над троном Девятое, то, что они приводят То, что Амад бин Хамбаль Рахима Аллах Сказал Тот, кто сказал, что Аллах тело Даже если он говорит это Что не наподобие его созданиям Кафара, то он стал неверным Это изречение привел Аль-Хафиз Бадруддин Аз-Заркаши К книге Ташнифуль Масами Естественно, этому изречению Нет основы Это является невестоверным И этим они хотят сказать Что Аллах не возвысился То есть, что Аллаха нет возвышенности И что Аллах Субхану Ва Та'Аля Не утвердился над троном И мы определим, иншаллах Словами самого же имама Ахмада Что он утверждал все сифаты Аллаха Субхану Ва Та'Аля И то, что он утверждал возвышенность Аллаха И то, что Аллах Субхану Ва Та'Аля Утвердился над троном А также они утверждают, что имам Ат-Тахави Рахима Аллах Сказал И они хотят сказать этим Что имам Ат-Тахави имел ввиду Что Аллах Субхану Ва Та'Аля Не возвышен И что Аллах Субхану Ва Та'Аля Не утвердился над своим троном Конечно же, это искажение слов Имама Ат-Тахави Рахима Аллах Почему? Потому что имам Ат-Тахави Имеет ввиду там Тот, который описал Субхану Ва Та'Аля Наподобие его сознания Тогда он становится неверным Это естественно является Вероубеждением Ахлю Сунна То есть Аллах Нету ему подобия ничего И это понимание было У всех, которые сделали шарх Тех ученых, которые толковали Матин имама Ат-Тахави И этот хабашит Делает искажение Словам имама Ат-Тахави И хочет сказать Делая из этого довод Что Аллах Субхану Ва Та'Аля Не возвышен И что Аллах Субхану Ва Та'Аля Не утвердился над своим троном Также они приводят слова Имама Ат-Тахави Рахима Хулах Где он говорит Причист Аллах Субхану Ва Та'Аля От всяких границ и пределов От конечностей и больших и малых органов И Аллах Субхану Ва Та'Аля Не окружает шесть сторон Как остальные создания И они этим хотят сказать Что Имам Ат-Тахави Имел ввиду тут Что у Аллаха нет возвышенности Что Аллах не утвердился над троном И мы инша Аллах Определим вам Что хотел сказать этим Имам Ат-Тахави На самом деле Объяснение салафов На слова Имама Ат-Тахави Первое это Аль-Худуд И то что Имам Ат-Тахави Имел ввиду здесь Это границы которые знает человек Однако человек Не знает границы Аллаха Субхану Ва Та'Аля То есть никто не знает границы Аллаха Кроме него Потому что человек Не окружает Аллаха своим знанием И Аллах Субхану Ва Та'Аля В Коране говорит Поистине люди Не окружают Аллаха своими знаниями А что касается пределов Конечностей Больших и малых органов То Имам Ат-Тахави Имел ввиду в этом То есть он хотел сказать Он хотел очистить Аллаха Субхану Ва Та'Аля Из всех подобий Созданий Своей мудростью Мудростью Аллаха Субхану Ва Та'Аля И его постоянными сифатами Из этого являются Лицо, руки, нога И другие подобные сифаты И Аллах Субхану Ва Та'Аля Описан этими сифатами В своем Коране И хадисах Пророка Салаллаху Алейху Асалям И Аллах Субхану Ва Та'Аля Не подобен Ни одному из своих созданий И то, что Имам Ат-Тахави Рахима Аллаху Говорил, что Аллаха не окружают Честь сторон Как остальные создания Этим он имел ввиду Созданные стороны То есть возвышенность Аллаха И его утверждение Над троном Не входят В эти создания Потому что Аллах Субхану Ва Та'Аля Превыше всего И Аллах Субхану Ва Та'Аля Окружает все свои творения И Аллах Субхану Ва Та'Аля Создал человека И в своем создании Человек знает Что Аллах Субхану Ва Та'Аля Возвышен И что Аллах Субхану Ва Та'Аля Находится над небесами Превыше всего И даже маленький ребенок, если ты его спросишь, где находится Аллах, то он указывает на небо, то есть что Аллах Субхануа Та'Алла над небесами. И ахли сунна вальджама'а также утверждали в излучность Аллаха Субхануа Та'Алла. Также они утверждали, что Аллах Субхануа Та'Алла утвердился над своим троном. Однако этот хабашит искажает их слова и лжет на наших праведных предшественников. Сейчас мы приведем слова самого имама Тахави, где он утверждает в излучность Аллаха и то, что Аллах Субхануа Та'Алла утвердился над троном. И имам Тахави говорит, «Валь арш и курси по-настоящему существуют». «Ва хуа мустагнин аниль арши ва маду наху». И он, Аллах Субхануа Та'Алла, не нуждается в арше, и он не нуждается во всем остальном.